Всем огромный привет! Очень рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня готовим быстрый, вкусный, легкий летний десерт без выпечки. Самое то, что нужно в жаркую погоду. Для этого желейного тортика подойдут любые ягоды и фрукты. Можно экспериментировать бесконечно. У меня сегодня черника и банан. Ягоды можно использовать как замороженные, так и свежие. Кто зашел на мой канал в первый раз, подписывайтесь и будем начинать. Тортик будет из трех слоев, каждый из которых будем готовить отдельно. Начнем с верхнего белого слоя. В процессе приготовления он получается снизу, так как готовый торт в конце мы будем переворачивать на тарелку. В миску наливаю один пакет сметаны. Это 350-400 грамм. У меня она 10%. Кладу 6 столовых ложек сахара, ванильный сахар, перемешиваю венчиком и отставляю в сторону, чтобы сахар немного растворился. В небольшую мисочку наливаю 150 миллилитров холодной воды и насыпаю 1,5-2 столовых ложки желатина. На каждой упаковке есть инструкция по его использованию. У меня 1 столовая ложка на 400 миллилитров жидкости. Перемешиваю и отставляю минут на 10 набухать. Торт я буду делать в разъемной форме диаметром 24 сантиметра. Ее я застелила пищевой пленкой. еще раз перемешиваю сметану с сахаром, чтобы разошлись все кристаллики сахара. Вот так выглядит набухший желатин. Теперь его нужно растопить на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд. Очень важно его не закипятить, иначе он потеряет свои желирующие свойства. В растопленном желатине не должно быть никаких крупинок, просто однородная жидкость. Выливаю растопленный желатин в сметану с сахаром, быстро перемешиваю и выливаю в подготовленную форму. Ставлю в холодильник приблизительно на 30 минут, а тем временем приготовим банановый слой. Повторяем все этапы. В миску наливаем сметану и кладем сахар. В фруктовые слои я кладу сахара чуть меньше 5 столовых ложек. Если вы любите послаще, положите тогда 6. Перемешиваю и отставляю в сторону. Повторяю шаг с желатином. Периодически перемешиваю сметану с сахаром. Бананы очищаю и измельчаю. Можно их просто размять вилкой. По желанию можно добавить немножко лимонного сока. Перекладываю банановое пюре в миску со сметаной и перемешиваю. Растапливаю набухший желатин и переливаю его в сметанно-банановую смесь. Быстро перемешиваю и переливаю на уже застывший первый слой. Ставлю в холодильник на 30 минут и остался последний черничный слой. Наливаю в миску сметану, кладу 5 столовых ложек сахара и перемешиваю. Замачиваю желатин, как и в предыдущие разы. Чернику перебиваю в пюре. Если вас смущают кусочки кожуры, перетрите через мелкое сито. Добавляю ягодную смесь к сметане и перемешиваю. Растапливаю набухший желатин и вливаю его в сметанную смесь с черникой. Быстро перемешиваю и выливаю на уже застывшие предыдущие слои. Теперь торт можно накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 4-5 часов, а лучше на ночь. Готовый торт достаю из холодильника, снимаю кольцо и освобождаю от пищевой пленки. Переворачиваю на блюдо или на тарелку. Снимаю оставшуюся пленку. И можно наслаждаться. Торт я решила украсить черничной подливкой. Несколько горстей черники, немножко проварила с небольшим количеством сахара и остудила. В моей семье очень любят такие тортики в летнюю пору, когда много ягод и фруктов. Можно каждый раз приготовить по-новому. Очень легкий и вкусный десерт. Всем рекомендую. Не забывайте нажать на колокольчик возле кнопки подписки, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на моем канале. А также, кому понравился рецепт, очень рассчитываю на ваши лайки. Приятного всем аппетита и до встречи в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok